Ну что ж, на всем привет, с вами Артур и это новое прохождение на канале игры SOMO. Купил я её уже достаточно давно и всё никак не доходили руки пройти. Знаю, что она уже, по-моему, вышла, блин, ну скорее всего год уже как, может быть даже больше. Но из игр Frictional Games я помню, что мне только понравилась Penumbra, по-моему, именно вторая. Ну она там как бы на три эпизода разделена и первый эпизод он был такой. Просто я не могу сказать, что не понравилась, но в первой части я больше над загадками думал, чем во второй. А вторая была приятная тем, что там в какой-то момент в тебя вселялся, ну я не знаю, дух, не дух, но что-то такое. И внутренние голоса, которые происходили, типа диалоги с нашим главным персонажем, я не помню, как его там звали, уже Кевин, что ли. Ну вот и... или Кевин звали то, что вселилось. Но, в общем, не важно, но достаточно было интересно проходить. Ну я вот не помню, на самом деле, Penumbra, ой, не Penumbra, амнезию делала та же студия, по-моему, та же, да, Frictional Games. И, ну, первую Penumbra, ой, не Penumbra, блин, всеми путаю, не знаю почему. Первую амнезию я так и не проходил. Ну, и, видимо, уже никогда не пройду, что-то она мне не нравилась. Ну и помню, мы как-то раз с Димой делали стрим на канале по второй части амнезии, когда она вышла только. Но мы... он ее... не я играл, он играл, потому что я не хотел. Я до того делал, помню, стрим по... Как он там? По Outlast. Просто Outlast прошел на стриме и потом, типа, сказал, давай ты играй в амнезию, потому что мне совсем это неинтересно. И, как мне показалось, ну, Амнезия 2 и Outlast 1, ну, там, первое дополнение, вот, первое, по-моему, мы стримили тогда. Хотя, может быть, и дополнение. Да, скорее всего, дополнение я стримил. И Outlast мне показался намного интереснее, хотя такие игры, где нету ни оружия, ничего, такое себе занятие, играть в них. По-моему, тут тоже нету оружия, но... Что уж поделать, хотел давно пройти, раз хотел, ну, плюс обещал дому человеку, что пройду на канал, ну, вот, наконец-то добрался. Амнезия 2 была сранью полной, как ее ждали, и насколько она вышла, не очень. Я, на самом деле, помню, что с монстрами там за весь стрим мы встретились один или два раза, но это о чем-то говорит. Можно сказать, это игра не о монстрах, а о чем-то. Вроде все пугающие игры. Играю я сейчас. Так, реальность — это то, что не исчезает, когда мы перестаем об этом думать. Написал кто-то там. Ты в порядке, Симон? Я думаю, что ты сломаешь. О, это ничего. Это просто мой мозг не может остановиться сломать из-за accidentа. Вот, возьмите это. Нет, это для позже, для скачения. Это красный. Ашли, я хочу рассказать вам что-то. Симон, пожалуйста, не сделай это странно. Нет, это не так. Почему сейчас? Кто это, Мунш? Почему? 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 Для чего? Если что-то. Да, я в этом. Привет, Симон Джеретт? Да, это я. Меня зовут Мунши. Продолжение следует... Ну, что ж, была какая-то заставка, видимо, что-то происходило до аварии и что-то он никогда не успевает сделать. Может быть, ему авария приснилась, потому что мы, типа, проснулись от телефонного звонка. Так, книжечка на крючке. Возможно, если сюда положили именно эту книгу, если ее прочитать, что-то станет понятно сюжетом. Ну, как-то обычно так делают авторы некоторых игр. И, возможно, здесь то же самое. Так, Марк и Диана Миллера наконец-то нашли время на отдых. Им удалось сэкономить достаточно денег, чтобы всей семьей выехать на Гавайи в отпуск, о котором они так долго мечтали. Но когда первый день отпуска подошел к вечеру и над Вайкики стало заходить солнце, рай Марка и Дианы превращается в настоящий ад. Их опутывают тысячи тонких струн, вышедших из глубин океана. Кричащих от ужаса, пловцов медленно затягивает в темную бездну. А вместе с ними в плен жутких щупалец попадает и их семилетний сын Чарли. Роман на крючке полон мистики и жутких тайн. Оторваться от этой книги просто невозможно. Знаете, что я сделаю? Я... Сейчас, подождите секундочку. Сделаю себе заметочку. Прочитать эту книжку. Я добавлю название. Все. И потом, возможно, прочитаю. Даже, скорее всего, по толщине она вроде не очень большая. Так что, думаю, будет неплохо. Так, что мы тут еще имеем? Ну, полагаю, нам надо найти ту красную баночку, которую мы видели в видео. Но, может быть, и нет. Я не уверен. Прохожу я на PS4. Вот не знаю, на самом деле, на ПК с русской озвучкой играю или нет. Но тут переведены субтитры, что уже неплохо. И... Ну, в целом, вроде все неплохо играется. Одежда, одежда, одежда. У нас, похоже, есть какое-то сообщение на автоответчике, раз он мигает. Давайте попробуем прослушать. Какие-то проблемы у нашего героя с памятью. Ну, я думаю, это, скорее всего, из-за аварии. Возможно, он уже вроде сейчас и едет как раз таки, чтобы получить... Ну, как это? Томография, не томография? Типа, как его мозг выглядит в данный момент. Так, а мы можем попробовать положить вот эту штучку. Блин, тяжело. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все. Сейчас подрубим. Так. А, можно просто нажать на дверцу, и она откроется, закроется. Но не работает все равно. Так. Приседать. Приседать на какую кнопку? На кружок. Окей. Сейчас мы так что-то разбираемся с управлением, смотрим, что есть. Ну, плюс, может, что-нибудь интересненькое найдем. Да, с управлением у меня, конечно, будут проблемы. На мышке это делалось бы намного проще. Ну, и тут, я думаю, можно привыкнуть. Ничего страшного. Ну, есть качан капустки. Это ж капустка, или что это? Или что-то завернутое, да, скажи, все что-то завернутое. Ладно. Что это у нас? Письмишко. Для Саймона Джареда, что-то там улица написано, какой-то Avenue 37, Торонто, он MST, штука MST, а как-то это открыть можно? Не могу понять. Сейчас попробую себе кнопку. А, нет, не та кнопка. Кружок убрать. Нет, не работает. Ну, ладно. Ладно, могу слежить тогда пока письмишко. Ключики также. Видимо, пригодятся нам. Свет можно выключить. А, это включить. Отлично. Что нужно сделать? Отправить напоминание Джесси. Забрать лекарства, цветы для похорон. Так. Ну, мы во сне ехали с какой-то девушкой. Может, с нашей девушкой. Или с женой даже. И, может быть, это ее похорон. Пока все это догадки. Ничего нам особо не объясняют. Так. Фотик. Можно посмотреть фотографии. Очень хорошо к деталям относятся создатели игры. Еще и начиная с прошлых их игр. Они всегда делали большой упор на детали. И это меня очень даже радует. Так. Ну, вот это, наверное, мы. Слева. Девушка. Море. Так. Это, наверное, как раз-таки направление к врачу. Никак оно не выводит текст. Но нашего доктора зовут Эрин Пик. Ну, и все происходит в Торонто. Так. Что у нас тут? Гремо Ира. Не знаю, что это такое. Робин МакКоннелл. Так. Встречайся. И грид. Что-то, как переводилось, грид. Не помню. Что-то связанное с книжным. Может, это что-то книжный. Что? А. Ну, да. Наверное, это магазин книг. Книги, комиксы и настольные игры. Так, лампу можно включить. Игрушка. Эта фотка подсвечивается. Она не просто так. А может, и просто так. Так. Что у нас тут? Скорее поправляюсь с любовью, мама. Ну, и может быть, что-нибудь в ящиках есть. Да, кстати. Сейчас я задвину этот. Там же еще есть ниже один ящик. Похоже, возможно, мы фотографы. Потому что у нас много для фотика этих... Как они называются-то? Будем их называть зумами. Я не помню, честно. Она называется. Вылетела из головы. Ну, и плюс много фотографий. Ну, как бы не так, чтобы сильно много. Но достаточно, чтобы так подумать. Да. Как удобно. Мы держим эту книженцию кверх ногами. И что за текст в ней нам не показывает. Мир кино. Главный журнал о кинематографе. Летние блокбастеры. Японская анимация. Пик славы. Трюки против компьютерной графики. Что такое бутылочное кино? Интересно, что такое бутылочное кино? Мощная отдача 2. Безупречное исполнение. На экранах с 13 декабря. И вот этот еще и журнал хотел бы посмотреть. Но что-то... Я не могу именно его выбрать. То есть он между находится. И никак не получается. Ну да ладно. Так, тут еще... Какая-то вырезка из газеты. Молодая женщина погиблого в катастрофе в центре города. Это пятница, 10 апреля 2015 года. Торонто. Вчера на перекрестке Буллор-стрит и Спадина-Роуд водитель внедорожника проехала на красный свет и врезалась в другую машину. Как выяснилось позже, ее отвлекли находившиеся в машине дети. Все трое отделались ушибами. Второй машине повезло меньше. Внедорожник ударил со стороны пассажира. И 23-летняя Эшли Холл получила травмы, несовместимые с жизнью. Она захлебнулась кровью в легких еще до прибытия скорой помощи. Водитель, друг погибший, 26-летний Саймон Джарретт, выжил, но получил сильные увечья и предположительно необратимые повреждения мозга. Водитель внедорожника, чье имя не раскрывается полиция, уверяет, что случившийся несчастный случай и избежать аварии было нельзя. Но, да, это как раз-таки о инциденте записка в газете. Ну, тут написано, что она наша подруга. Но, я не знаю. Иногда, когда говорят «друг», подразумевают и не просто «друг», но это не точно. Книжку не проверить. Так. Почему у нас на окне эта наклеечка? Диска нету. А если мы возьмем вот это? Мощная отдача. Джо Хью, коррумпированный полицейский, работающий в Гонконге, однажды его жизнь круто меняется, он встречает Эмбар, таинственную иностранку, которая держит в плену триада золотого дракона. Приготовьтесь к запрещенным приемам, ведь героям предстоит сразиться с триадой, полицией и даже с их естественными силами откуда-то из-под земли. Приготовьтесь к мощной отдаче. Так. Так, так, так. Очень много деталей в этой комнате. На первый взгляд ничего особого тут нету, но мы уже нашли много чего интересного. Карта разума Альберта. Айзексон Труд по анатомии человеческого мозга, положительно отмеченный критиками за доступность и содержание. В нем подробно описаны функции головного мозга и наше восприятие сознания. Узнайте, как ваш мозг зависит от тела и почему его нельзя сравнить с компьютером. А также множество других увлекательных фактов. В это издание включены две совершенно новые главы о развитии мозга и его влиянии на наше поведение на разных этапах жизни. Тоже интересная книга, но ее я искать и читать не буду. Хотя, может быть, но если что, найду в записи бумажки какие-то, что-то, что-то мусорить-то нехорошо. Это же сам любитель помусорить, но... А еще я баскетболист у мамы. Очень серьезный баскетболист. Так, что на ноутбуке? Надо было отправить сообщение, насколько я помню. Суббота, 2 мая 2015 года. Сеанс на нейрографии. Так, Дэвид Мунши. Сеанс на нейрографии. Спасибо вам еще раз за согласие участвовать в нашем исследовании. Сканирование будет проведено в лаборатории РАСА в Торонто, но поскольку мы не можем влиять на их расписание, заранее предсказать время сеанса трудно. Я попробую назначить сеанс сканирования на субботу и свяжусь с вами, когда время будет подтверждено. Искренне ваш, Дэвид Мунши. Новый рецепт. Доктор Эрин Пик. Так, уважаемый мистер Гарретт, я рада слышать, что головная боль мучает вас реже. Последние анализы показывают, что ваш мозг постепенно восстанавливается, но по-прежнему трудно сказать наверняка, когда он справится с травмой полностью. Кровотечения будут продолжаться как минимум несколько ближайших месяцев, и вам нужно будет периодически являться в больницу на осушение полостей, чтобы не создавать избыточное внутричерепное давление, поскольку продолжительный стресс может привести к смерти. Я выписал вам паразазин, чтобы проще было справиться с кошмарами. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по применению, исследуйте ей, постарайтесь как можно больше отдыхать. До встречи на следующей неделе. Искренне ваша, доктор Эрин Пик. Блин, я не хотел этого делать. Выходной в субботу. Так, это мы уже отправили. А, я не нажал отправили, но я могу сейчас. Хорошо, привет, Джесси. Поскольку ты, наверное, уже забыл, я напоминаю, что завтра иду к доктору, то есть меня на работе не будет. Это значит, что тебе надо будет прибыть пораньше, чтобы открыть магазин. И распакуй, пожалуйста, те коробки за прилавком. Хватит о них спотыкаться. Вообще, знаешь, книги продаются гораздо лучше, если их поставить на полки, где люди их видят. Удача, она тебе понадобится. Значит, мы продавец в книжном магазине. Возможно, это даже наш книжный магазин. Давайте отправим. Блин, я 21 минуту в этой комнате тусуюсь. Давайте уже добудем лекарства. Я вот о чем думаю. Как бы, такое дело, что... Как она завораживающе закрывается. Дело в том, что мы видели видео-вставку перед началом игры, где мы ехали в машине с девушкой, но у нас уже была какая-то красная бутылочка. Я как-то думаю, что мы сейчас и найдем красную бутылочку. И, ну, как будто это было в прошлом, что с нами произошло, но в то же время нам как будто снился кошмар, то есть все перемешано в голове из-за того, что у нас произошел этот инцидент. У нас сейчас проблема с мозгом. И оно как-то перемешивает все. Да, кстати, вот и она. Красная бутылочка. Что за шторкой? Душ. Сейчас примем. Одеваться надо, не надо. Похоже, что нет. Окей, продолжаем. На доктор наш. Джесси. Эй, Симон, получил ваш емейл. Просто хотел бы тебе доброго успеха и оставить, что у вас прошло. Спасибо. Я должен быть способом приехать в магазин, после этого скана. Не дожди, у меня есть минуты. Крис, помогай мне. Мадди из СНЛ? Я думаю, что не слышал. Он в полном времени, работал в секторе комикс. Это работа Ашлии. Да. Ну, знаешь. Ну, forget это. Я не делаю ее право с теми, как оставить ее в полном месте. Не так что она будет вернуться. Ну, ну, хорошо. Я надеюсь, что они найдут правильную реформацию для того, ну, что-то, 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 что-то. Девятая реформация? Вы не сможете поддержать. Что-то я скажу? Я увидел вас позже, Джесси. Не забывай, что-то, 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 что-то. О, что-то, 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 что-то. Ты не найдешь меня в вводном бутылке, я буду садиться. Странная сцена в вагоне метро. Ну, в вагоне поезда метро. Ну посмотрим. Я просто жду от игры подвоха до второго дна, не знаю чего угодно. Потому что ну как-то все странно. Вроде все и нормально, но странно. Ну плюс я помню год назад, когда немного смотрел, там какие-то странные места были. Ну то есть, если например в Пенуморе, там идешь по заснеженному пути, находишь люк где-то в морозе и попадаешь... Так, мы находимся в Канаде, видимо. Находишь люк и спускаешься и получается полная жесть. А тут, ну... Пока все более-менее стабильно, стандартно, не знаю. Неплохо. Горячее это горячее, холодное это холодное. Киса, молчи, пожалуйста. Ночью сел поиграть, чтобы эффект от игры был получше. А котик нет, он... Считает, что... Можно и даже в это время помеукать. Что, попробуем посмотреть компьютер? Или даже что в ящиках? Херня. Флешечка. Пробы и ошибки. Уберите скальпель, мозг может вылечиться сам. Мозг обладает потрясающей способностью к трансформации и пластичностью, позволяющей ему компенсировать последствия травм и даже залечивать их, объясняет Пол Берг, аспирант-нейробиолог Йоркского университета в Торонто. Именно это качество мозга и надеются использовать Берг и его коллеги Дэвид Мунши, изучающие кибернетику. Главное заставить мозг делать то, что нужно. Мы надеемся добиться этого простыми методами, тренировками, терапией и курсом приема слабых лекарств. Но Мунши и Берг не пытаются найти панацею. Главная цель – найти оптимальный подход к каждому пациенту. Лечение они начинают с обследования больного и составления так называемой нейрограммы на Кодзимы. Это как картина, на которой указано направление, объясняет Мунши. В отличие от статической томограммы, нейрограмма может показать направление развития мозга. Речь, конечно, идет не о долгосрочном прогнозе, а о нескольких ближайших миллисекундах. Но создав правильную компьютерную модель, Берг и Мунши могут использовать, испробовать на ней разные виды лечения, не рискуя нанести вред мозгу. Мы можем сымитировать передозировку болеутоляющих во время марафона, говорит Берг. Это просто компьютерная модель. Мы можем позволить себе сотню неудач в лечении, но 101 способ будет верным. И это оптимальное решение, найденное при работе над симуляцией. Можно будет использовать в лечении настоящего пациента. Их проект пока что находится на ранней стадии, но он уже привлек к себе внимание лаборатории РАСА, руководство которой пообещало выделить исследователям оборудование и рабочее место. Получить такую поддержку – большая удача, говорит Берг. Теперь нам остается лишь перейти от разговоров к настоящей работе. Момент-деф, твик-форрайт. М-м-м-м. Ноутбук. Дэвид Мунша, пора сканировать. Пол, ты где? У нас есть несколько часов Саймон Джаред. У меня надо делать сканирование. Я видел твой ноутбук у стойки администратора. Ты уже здесь? Срочно позвони мне. Приготовь все. Привет, Пол. Я поговорил с РАСА насчет того, чтобы воспользоваться лабораторией на этой неделе. Мне удалось забронировать сканер на завтрашнее утро и в пятницу. Не так много, конечно, но еще нам разрешили использовать под офис пустую стойку администратора. Так мы сможем запустить модели на их компьютерах, а если вдруг у них в расписании появится окно, сможем тут же получить доступ к сканеру. Я подумал, что можно прогнать завтра кое-какие тесты, например, отсканировать друг друга, чтобы опробовать оборудование. По идее, это не так сложно. А в пятницу, я надеюсь, доктор Эрин Пик уже пришлет кого-нибудь. У нее есть пациент, недавно попавший в аварию. Это интересно, Дэвид. Все заперто. В лаборатории сегодня было окно. К сожалению, никто не сказал нам о том, что код доступа изменился. Я позвонил в охрану и даже поговорил с профессором Вэйм, чтобы он вступился за наш проект. И меня, наконец, соединили с какой-то шишкой из юридического отдела расы, которая смогла заново дать нам доступ в лабораторию. Мне запрещено указывать код в почте и смс, так что я оставлю где-нибудь записку с ним на тот случай, если мы его забудем. Пол. Ага. Значит, мне нужен будет код. И где-то он записан. Случайно, не в этой книжице я... Да, наверное, 2.5.0.1. Но это не точно, что это не совсем 5. Это как два боу. Не знаю. Ну, пусть запомним. 2.5.0.1. Хорошо. Думаю, мне это пригодится. Да. Работает. Первая загадка. Закрыто. Блин. Чё она не открывается? Типа это железка держит, но я её отодвинул как-то, но у меня хватает только за всю ручку. Тоже закрыто, похоже. Закрыто. Та самая Россия. Непонятные графики. Даже не буду заморачиваться с ними. О. Наверное, наш доктор. Пусть постоит пока. Так что мы тут имеем книжки, книжки, книжки. Что-то я тут мог выдернуть, да? Мне показалось. А, ну вот это что-то. Ладно. Серверы, компьютеры. Ни фига себе шприцала таким. Ну, вроде всё. Идём в ту комнату. О, привет. Не слышал, что ты пришёл. Саймон Джаред, да? Доктор Мучхи? Ну, я сказал, просто мистер Мучхи. Но я работаю на это. На самом деле, ты мне помогаешь сейчас. Это часть твоей тезисы? Да. Это исследование я делаю с моим коллегой, Паул Берг. Мы хотим создать легкий способ работать с реакционированием мозга. Чтобы помочь людям, как ты. О, ты, эээ... Ты, эээ... Трэцер-флюид? Да. Да, я делал. Ну, мы можем начать, когда ты готов. На газматресса. Это, конечно, странно выглядит. Ты подходишь к доктору, и он такой... Ну, начнём, когда будете готовы. Только уходишь. Что у вас тут есть? А давайте поговорим. Я хочу садиться. Пожалуйста. Так, что мы делаем? Мы сделаем скан вашего мозга. Потом мы строим компьютерный модел и бомбардировали стимули. Программа нам помогает нам быстро повторять ваш планирование, пока оно полностью оптимировано. В смысле, мы разработали правильное планирование для вашей кондиции. Так, это не только изучение. Это, в самом деле, поможет мне. Я надеюсь, так же, это будет огромный пустой времени. Но это я уже как-то и прочитал из тебя. Ты знаешь, это серьезная кондиция, да? Ты слышал про машину, прохлазон, да? Да, я слышал. Может быть, трудно слышать это. Как вы знаете, это потому, что ваш мозг укрепляет так много, что он начинает болеть все очень часто. И если это действительно плохо, он будет уничтожить меня. Ну, мы, наверное, не можем полностью восстановить ваш мозг, но мы должны быть способом сделать эти X-монгы превращаться в годы. Декады, даже. Если вы занимаетесь, и не делать что-то невероятно, мы должны быть способом сделать вас для нас лучше. Мы должны быть способом сделать это. Я тоже. Это может сделать огромное отличие для того, чтобы мы воспринимаем людей с уничтожением мозга. Так. Что ты говоришь? Мы должны идти? Конечно. Давайте начнем. Поехали. Поехали. Не забывайте. Не забывайте. Поехали. 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 Точно. Армала Леронидов Мунич extraordinarily. Боржу 1988. В 2016. Да. Ладно. В surrounds 6. Блин. Вот это сфотографировали. Я могу встать. Я не могу. Недостаточно темно тут, может это свет. Омниинструмент. Служебная консоль установщик чипов в Омниинструменты. Создавайте, настраивайте и оптимизируйте свой Омниинструмент с помощью разнообразных программ и модулей оперативной помощи. Тулбокс. Где он? Где тулбокс? Тулбокс. Чего? Откройте терминал со служебной консоли. Да ё-моё. Что тут мешает? Костюмчики. Тулбокса я не вижу. Костюмчики я вроде взять не могу. Ничего особо не нажимается. Кружки не бьются. Тут, конечно, неплохо. Дамы. Что мы тут имеем? Замок. Может я могу отбить замок? Тут есть. Иди сюда. Только не бабахни у меня в руках, то я знаю вас. Давай вылезай, инвалид. У тебя же проблемы с мозгом, а не с... Нет, серьезно? Я думал, я уже и не вылезу. Сейчас. Бам. Мне что-то так не канает. Ладно. Что-то изменилось? Не, надо у меня инструмент искать. Ладно, пойдемте искать. Опыты сохранения такие. Туалет? Каутис. Подымаю предмет и роняю. Что это? Прочесочка. Что? Че за мазута капает-то? Не коцает? на лицо в рот прям чё кей и микс чтобы это не было но две комнаты проверили тоже замок на попали мы конечно закрыто чего чего началось твою мать что происходит это нормально кто-то идет или что я же не боюсь таких игр что вы меня пытаетесь пугать и лишь сам себя пытаясь испугать запустил ночью ночью пока не страшно конечно интересно но не страшно затрудненное дыхание и Субтитры делал DimaTorzok 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 Звуки, конечно, приятные Приятные в смысле неприятные Ну, как бы неприятность их это плюс То есть, тем самым они и приятные Что-то везде замки-то, замки Хаймацу Это что-то Японско-корейско-китайская база Как это идет? Ё-моё, какой приятный туман Что? Пора обосраться? А на самом деле нет Может ему помочь? У меня проблема с головой Чем быстрее меня убьют монстры Тем быстрее я Стану свободен От всех своих проблем Ой Ключ нашли А еще и текста Чуть-чуть Чуть-чуть Омни-инструмент версии 2.5 Омни-инструмент Это сложное устройство Для доступа К компьютеризированным системам А также интерфейс Управление им В схему Омни-инструмента Входят алгоритмы И протоколы Позволяющие пользователю Автоматизировать Однотипные операции С помощью основных Логических таблиц Со временем Омни-инструмент Автоматически приспосабливает Свои алгоритмы К подсознанию пользователя Чтобы оптимизировать работу И не минимизировать ошибку Ввода Омни-инструмент может Передавать сигнал Малой дальности Полезный Для выполнения простых Или автоматизированных действий Таких как Открытие дверей Для выполнения Более сложных действий Омни-инструмент Необходимо физически Подключить К рабочей станции Или терминалу Чтобы обновить Своё устройство Просто вставляйте Операторы В главное Или вспомогательное Гнездо Главное гнездо Оснащено разъёмом Стандартной Стандарт оси 1121 Позволяющим Подключать Комни-инструмент Позволяющим Подключать Комни-инструмента Большинство Существующих НСФА Лачипов Внимание При подключении Внешнего И Встроенный Искусственный Интеллект Омни-инструмента Будет отключён Вспомогательное Гнездо Снабждено Универсальным Разъёмом Совместимым С большим Количеством Управляющих Щипов Включая Модель А1 Бла-бла-бла А2 Ва-ва… Ва-ва-ва-ва-ва-ва Халпер Джейн Ай Что нажать? Я ж… Я ж… Я ж жму Что? Я правда жму Ничего не происходит и работает но сейчас нажать еще 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 ну как бы появляется вот эта херня на экране но вот я не жму сейчас она должна будет пропасть пропал сейчас нажму появится но ничего не происходит может держать не может стоять надо держать не ладно где-то это наверняка можно пихнуть например там где мы были до того но сначала я еще за зайду сюда тут наконец-то замка нету фонарик бы лучше дали они ваши умные инструменты как бы скорее всего не просто так все закрыто на замки с цепями но пойдемте тогда назад видимо сюда еще рано идти тут есть быстрый бег по и быстрый бег быстрый бег быстро нашел быстрый бег понеслась вот это мой геймплей сейчас пройдемся чё там чё там светится кто тут выходите выходите а окей мы будем потеряться можно немножко бесит но чё 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 статус система удаленный доступ запрещен сервер отключены подача снова питания приостановлено начать настройку не отчета там программа ненадежно запрещено аварийные системы осталось 13 дней хорошо чё это непонятное слово графики устаревшие развернутые херня какая там не инструмент он нет добро пожаловать луиза мэром эпсилон ваш умный инструмент находится в отличном состоянии но в нем отсутствует управляющий чип без управляющего чипа вы не сможете получить доступ к наладочному набору а значит вам не хватит прав чтобы покинуть станцию чтобы восстановить права доступа вставьте управляющий чип и запустить процедуру обновления управляющий чип не вставлен хорошо энцефала чип это что-то читал да нет что такое ваш умный ваш умный инструмент находится в отличном да 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 сейчас вас обслуживает стандартный встроенный искусственный интеллект помощница джейн при подключении энцефала чипа встроенный интеллект будет отключен а пользовательский интерфейс омни инструмента может значительно измениться ага блин назад ориентации ориентации Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Управляющий... Чё? Чё? Ладно. Давайте сделаем здесь перерывчик. Продолжим уже проходить в следующей части. Любопытно. Любопытно. Но темно и непонятно. Ладно. Увидимся. Всем пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...